Газон искусственной эмоции настоящий. В Орле на центральном стадионе открыли новое футбольное поле. На прочность его проверили воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва Русичи. Поле очень хорошее, покрытие мягкое, крошка вот очень вот высоко, но скоро ее затопчут, как и на том поле. Очень хорошее поле, профессиональное видно, вот прям как в настоящем футболе. Вот это поле очень отличается от того поля, которое находится вон там или вот. А чем же оно отличается? Ну тут очень мягкая трава и не прилипает резина в гетро, не засыпается туда. Объект построен в рамках нацпроекта «Демография» и программы развития футбола в Орловской области. На установку спортплощадки из федерального бюджета было выделено 40 миллионов рублей. Софинансирование регионального бюджета свыше 400 тысяч рублей. Это поле, поскольку только начало работы на стадионе имени Ленина, мы неоднократно обсуждали и с спортсменами, и с экспертами, что нужно сделать. Сегодня идут работы активные по строительству теннисных фортов. Появился это поле. На следующий год запланированы средства в рамках национальных проектов по строительству и физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках деятельности стадиона имени Ленина. Сегодня планов у нас очень много на ближайшую перспективу. В наших муниципальных районах, городах будем строить и ледовые дворцы, и бассейны, потому что жизнь сегодня диктует, что мы должны создать условия во всех муниципальных районах и городах поэтапно, постепенно, чтобы были такие сооружения. Кроме нового поля, футболистам подарили спортивный инвентарь – мячи. Открытие площадки совпало с финалом Кубка губернатора по футболу среди сельских команд. Соревнования проходили на центральной арене. После приветствия команд Андрей Клочков и Леонид Музалевский осмотрели строящийся теннисный корт. Он будет состоять из четырех площадок. Подрядчик компании из Крыма планирует сдать объект с опережением графика. В контракте указан срок до 25 декабря.